привет я в самаре и погода здесь мягко говоря очень не очень не очень понятно что здесь делать такую погоду потому что на улице прям холодно сильный ветер дует идет прям дождь хороший самый максимально противный вариант погоды ну вот эти вот три явления в комплексе делают пребывание на улице практически полностью невозможно ну и поскольку я здесь проездом что-то нужно делать а что можно делать вот в такую погоду а есть ответ на этот вопрос в самаре есть метрополитен когда-то давным-давно в детстве когда дед возил меня по разным местам я как-то в очередной раз был в метро и узнал что тогда еще был советский союз и в советском союзе было во многих городах метро для себя как-то подумал что когда-нибудь когда я в общем смогу я обязательно побываю во всех городах где есть метро и обязательно прокачусь на всех этих метро так мне вот нравилось ездить на метро почему-то я не знаю в тот момент с тех пор мой энтузиазм по поводу метро поубавился не сказать что он полностью пропал поэтому вот самара в самаре есть метро погода не позволяет гулять по улице я конечно дойду час до набережной просто для того чтобы отметиться но только для того чтобы отметиться а потом нырнем в метро и проедем все сколько тут 10 по моему станции одна линия могу соврать не знаю то есть скорее всего это видео сегодня будет не про самару а про самарское метро наверное это тоже будет интересно не переключайтесь поживем увидим что вырастет из этого сегодняшнего видео и да если кто забыл я странный дядька а вы меня на канале поставьте лайк подпишитесь и все такое вы сами знаете кстати нет метро нчик на жидок жетончик на метро в самаре пластмассовый вот такой вот все написано как я только что прочитал в википедии в самарском метрополитене всего одна линия 10 станций вот она станция лабинская наконечный находимся нам предстоит проехать через российскую московскую гагаринскую спортивную советскую победу безымянку кировскую юнгородок юнгородок единственная станция которая находится на поверхности честные находится под землей а станция лабинская она такая прикольная на самом деле колонны светильники прикольные правда почему-то темновато но с другой стороны может быть так оно должно быть такое решение будем так говорить прикольно это понимаю что интервал движения у поездов существенный поэтому народу собирается много будет выявить как-то когда мы используем мы 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 п Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот станция российская Здесь с одной платформы на другой платформе просто так получается не перейдешь Но поскольку, как я понимаю, здесь для движения используется только один путь То есть, видимо, поезда ходят по одному пути В ту сторону и обратно Тем более, что перегоны между станциями, как я прочитал, опять же в той же Википедии Небольшие, самые длинные полтора километра Не очень не понимаю, как это все работает Но да, посмотрите, если посмотреть на ту сторону То на том пути накапы вообще нет То есть по тому пути ничего не ходит Ну, если на той станции перерыв был 10 минут Вот что получается, что он весь, всю линию за 10 минут проходит Прикольно, короче, маленькая такая себе самаркинская метрошечка Ну, посмотрим, как все будет дальше Станция метрографическая открыта В составе тратата Внимание! На станцию прибываю электропоезд Уважаемые пассажиры Не забудьте, не забудьте, не забудьте Попробуйте Внимание! На станцию прибываю электропоезд Уважаемые пассажиры Уважаемые пассажиры Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Московская. А вот и разрешилась мистическая загадка с использованием только одного пути. Просто здесь на следующей станции, на Московской, получается организован разъезд для двух поездов. То есть один поезд приходит с той стороны, другой поезд в то же время приходит с той стороны. И вот они таким образом разъезжаются. И здесь же еще, видимо, изначально предразумевалось переход на вторую линию, которая так и не была построена, но которая планировалась и даже на некоторых схемах нависована. Из, так сказать, гидрологии здесь, в общем, похоже, все не слишком хорошо. Слышите, вон водичка течет. Тут вон все даже уже обвалилось. Вся конструкция. Откуда-то он туда. И вот он оттуда вступает вода. Получается, ну, это лестница. Выхода нет. А вот по этой лестнице тоже выхода нет. А выход это вон там, вот на эскалаторе в конце. Станция, кстати, красивая. Красивый свод. Красивые светильники. Красивая задумка. Впрочем, мне нравится. Пока вот эта станция мне нравится больше всего. По своему, так сказать, архитектурному решению. Красивый свод. 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 Не забывайте свои вещи в вагонах. Станция Белгаринская. Станция Белгаринская. Станция Белгаринская. Станция Белгаринская. Станция Белгаринская. Станция Белгаринская. Это уже клевая, даже не знаю теперь, какая моя любимая, московская или уже гагаринская. Московская круче, как сказать, в архитектурном плане, а на гагаринском, все-таки на гагаринской, вот эта вот плиточка, а плиточка эта всегда клево, мозаика. Время, 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 время. Время, 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 время. Время, 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 время. Время, 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 время. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, спортивное и спортивное. Можно ехать дальше. Сейчас еще пойду, посмотрю остальные барельефы. Потому что здесь вот эта вот всадница, здесь художественная гимнастика, а там еще какие-то должны, наверное, быть. Сейчас посмотрю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот прям-таки грандиозная станция. Ну, все-таки Московская и вот та Гагаринская космическая станции, не конкуренция. Те гораздо круче. Вот наверняка станция точно такого же размера, как предыдущая. Ну, то есть, вряд ли она как-то шире, выше. Ну, и все остальное. Но за счет отсутствия колонны выглядит гораздо больше, чем предыдущая. А габарит наверняка тот же. Ну, или нет. Если вы специалист в метростроительстве, обязательно в комментариях поправьте. Расскажите, чем отличаются друг от друга вот эти вот проекты, больше вот такая вот станция. Или меньше, или такая же, как колонна. Короче, если вы чуть-чуть соображаете, добро пожаловать в комменты. Поотвечайте нам на вопросы на Марию и прочую дурацкую. Спасибо! Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Ветовянка. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...